У нас вторая встреча с Игорем. У нас есть в предыдущих видеороликах, мы делали видео, где Игорь рассказывает, как он попал в Соединенные Штаты из Москвы. Сейчас интересный тоже такой момент, связанный с организацией бизнеса. У Игоря был бизнес, причем достаточно выгодный бизнес. Игорь, расскажи, пожалуйста, сколько прошло времени, как ты приехал в Соединенные Штаты, и как ты организовал свой бизнес, который приносил тебе, в принципе, большие деньги? Значит, ну, сам путь к этому бизнесу был нелегкий, потому что, как я уже рассказывал ранее, в прошлом видеоролике, я начинал с самых низов, вот, то есть я даже работал посудомойщиком, если честно, два месяца я посудомойщиком работал, вот, но, естественно, с течением времени я обретал больше связей, больше знакомств в самих Соединенных Штатах Америки. И был такой парень, он был из Египта, я встретил его в городе Уайлдвуд, в штате Нью-Джерси, вот, его звали Мо, вот, Мо, или Мухаммед, вот, и он работал, значит, он продавал футболки, но он работал на дядю, вот, но у него была мечта открыть свой бизнес, то есть продавать футболки именно уже, как бы, на свою компанию, под своей компанией. И он, я, так как я познакомился с ним, ну, у нас завязалась такая крепкая дружба, вот, я в одно время помог ему, так скажем, найти работу, когда он, когда у него ее не было, и помог ему с жильем, то есть я много ему помог, а вот египтяне люди, когда им помогаешь, я как понял уже потом, они потом тебе, как бы, возвращаются к тебе с большой отдачей, они благодарят тебя, и он привлек меня, вот, к этому бизнесу. А ты чем занимался в этот момент? Тогда я работал в декорационной компании, декоратором, эта компания называлась American Christmas, она была в Нью-Йорке, вот, и вот этот Мухаммед, ну, уже друг мой, да, он предложил мне открыть магазин по продаже, значит, футболок, маек, ну, с разными, значит, наклейками, да, вот, диколс они назывались, вот, которые, ну, в себе несли, ну, разные, там, ну, призывы, там, что-то такое, да? Призывы, картинки, какие-то, лозунги смешные, там, и так далее, ну, в общем, такие вот футболки. И, значит, мы открыли вместе с ним четыре магазина. Эти магазины располагались в торговых центрах, вот, в штате Калифорния. Значит, это был город Сан-Франциско, юг Сан-Франциско, затем Сакраменто, город Чико и еще город Сан-Та-Роза, вот. Вот, чем занимался я? Ну, я был, ну, так как у меня была доля 40% в этом бизнесе, то есть, ну, так скажем, я был партнером, да. Секундочку, расскажи, это была компания LLC или что? Что, на какая организационная правовая форма? Это была LLC. LLC, то есть на двоих вы сделали, у тебя было 40%. 40%. Понятно, вот вы искали места в торговых центрах, вот, для людей это очень интересно, вот вы арендовали, как, кто искал, ну, вот, эти площадки, как, 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 в США, как, как это все делалось? Эти тонкости, они важны для людей? Я помню, что искали мы с ним вдвоем, поначалу искал он один, но потом, когда я уже приехал, когда он меня пригласил искать БМ, то есть мы просто, ну, просто тупо приезжали, искали на карте какой-то торговый центр, такой довольно большой, да, в Калифорнии, в каком-то городке, прям приезжали туда, ходили по всему торговому центру, искали приблизительно такое подходящее место, где проходимость большая была. Значит, просто шли в офис администратора этого торгового центра и договаривались с ним о аренде этого места для продажи футбола. В основном это были не бутики, вот как вот, допустим, вот здесь бутик. Ну, я понял, за стеклом большие были площади. Это были, да, не за стеклом площади, да, а вот в открытом, в открытом местности, вот как, допустим, вот этот, вот это место по продаже часов, вот как здесь сейчас. Вот, но проходимость была большая, и очень много молодежи, не только молодежи, кстати. Почему Калифорния? Почему именно Калифорнию выбрать? Значит, почему Калифорния? Вот как раз Мухаммед мне объяснил. На самом деле он шел тоже к этому не так просто. Он объехал несколько штатов, чтобы открыть этот бизнес и понял, что в Калифорнии этого бизнеса на самом деле нет. То есть футболок с наклейками в Калифорнии не было ни в одном торговом центре. Они были на востоке страны, то есть, кстати, Нью-Джерси, значит, в Майами они были, потом были вот в центре, в Чикаго, в Айтахо там и так далее. А в Айтахо – это запад, на самом деле. А вот, а в Калифорнии этого не было. И он решил вот открыть вот это место. И, в принципе, мы довольно быстро стали, ну, можно сказать, как называется, когда… Ликвидность повысилась в бизнесе, да? Нет, когда ты один занимаешься в штате, эти монополисты… Монополисты, да. Мы стали монополистами в торговых центрах Калифорнии этого бизнеса. Вот, хоть было на тот момент четыре места, потом, после моего ухода, он открыл больше мест. Сейчас, насколько я знаю, у него восемь точек. Вот, и даже в Лос-Анджелесе уже. А что конкретно вы делали? Вот вы организовали точку, да, сбыта. Точка сбыта – это была розничная торговля. А конкретно что вы делали? То есть, брали футболку чистую и на нее наносили, да? То есть, у вас было оборудование? Была база, склад, где продавались просто футболки всех размеров, всех цветов. Ну, ходовые были, это белые, черные футболки. База была в Сан-Хосе. Она находилась в Сан-Хосе. Я брал грузовик. Значит, ехал на эту базу, загружал полностью. Ну, мы делали сначала заказ, конечно же, по интернету, сколько футбол, каких нам нужно, нам заказ собирали. И я просто приезжал, и грузовиком это все загружалось, то есть, загружали в грузовик, и я развозил это уже по точкам, по штатам. А грузовик – это был вашей компанией или выбирали в аренду? Значит, сначала это был арендованный грузовик, потом уже, ну, Мухаммед, так сказать, выделил средства, чтобы его купить. Понятно. Сколько денег на организацию одной точки торговой нужно? Значит, для открытия одной точки это зависело от торгового центра. Допустим, в одном торговом центре на юге Сан-Франциско это стоило всего 4 тысячи долларов. 4 тысячи долларов. А в другом, в Сакраменто, это стоило 8 тысяч долларов. То есть, вот так. В центре Сан-Франциско там был один крутой мол, он десятиэтажный, по-моему, был. И там стоило 15 тысяч долларов, но мы не стали брать такой риск, потому что, ну, пока на тот момент, так скажем, не так хорошо были раскручены. Это была аренда или просто прямо конкретно на точку нужно столько-то денег? Значит, она включала, эта сумма включала аренду, плюс, значит, оборудование, плюс футболки на первое время, на первый месяц, значит, вот эти, стопка наклеек и, ну, значит, кассовый аппарат там и так далее. Аппарат для приема кредитных карт, дебетов карт и так далее. Вот, то есть, вот это место, само место, оно, в принципе, уже было. То есть, стеклянное, допустим, место такое, ну, прямоугольное. И мы просто все вот там раскладывали и оформляли, так скажем, ну, делали все по, в принципе, мерчендайзинге. Самое главное, Игорь, сколько денег приносил этот бизнес и сколько во времени нужно было, чтобы, ну, выйти уже на нули и начать зарабатывать? Значит, да, извиняюсь. Мы сидим в Старбаксе сейчас. Кстати, да. В американском, в американском кофе. Кто был в Америке, то этот вкус не забудет, да, и запах, запах, главный запах. Да, запах американский. Значит, мы... Глава Старбакса. А, значит, самые большие продажи были перед Новым Годом. Это было, вот, несколько месяцев, 4 месяца перед Новым Годом. Это были самые большие продажи. То есть, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Вот. И за эти месяцы я помню конкретную сумму, ну, со всех магазинов, сколько мы собрали. Это было около 120 тысяч долларов. Но это уже чистая сумма. Это за минусом уже всех расходов. То есть, это ваш чистый доход? Да. Классно. За, вот, 3-4 месяца. Игорь, скажи, вообще, в Америке сложный бизнес организовывать? Или легко? Ну, здесь требуется, конечно, много работы, как и в любом бизнесе. Вот. Ну, я думаю, что это было легче, чем если бы я попытался открыть бизнес в Россию, на самом деле. Потому что в России мне это сделать довольно сложно, хоть и случаи есть. Да, вот. У меня есть один товарищ, который открыл успешный бизнес по септикам здесь, в России. Ну, вот, но это, значит, нужна жилка, да. Если есть жилка, да, вот, человека, то он откроет бизнес. Но в Америке даже можно и жилку эту не иметь. Главное, просто иметь желание. На самом деле, если будешь этим заниматься, у тебя все получится. Понял. Еще момент. Когда вы организовали бизнес, у вас были доходы. Были банки? Были банки, которые вам предлагали, там, кредит, еще что-то? Были банки, значит, был Банков Америки, но был также Chase, Chase банк, который предлагал кредит на бизнес. Но мы делали вложения сами, то есть, раскрутились мы сами. А сколько, под какой процент они давали? А мы не брали. Ну, вообще, какие были условия вообще, что они предлагали вам, вот, как молодым бизнесменам в США? Насколько я знаю, мы просто на банке закрыли глаза, потому что у нас были и свои скопленные средства, как у него, так и у меня. Там, я свои средства заработал в компании American Christmas с декораторами, а он на продажу футболт уже на дядю. Вот. Мы просто вложили, вот, в первые два магазина вложили 10 тысяч долларов, я помню. Вдвоем просто скинулись и открыли. Остальной доход уже пошел от этих магазинов, и на этот доход мы открыли остальные точки. То есть у меня вопрос. То есть так, что 10 тысяч долларов умеет, чтобы открыть небольшой бизнес, да? Да, да, конечно. То есть вот этот бизнес у вас окупился, получается, за сколько? За несколько лет. Это было несколько лет, то есть, получается, несколько вот этих вот сезонов предновогодних. На самом деле он начал этот бизнес сначала самостоятельно. У него была, значит, одна первая точка, да? Потом уже привлек... На втором году бизнеса, значит, он привлек меня, вот. Ну, то есть, за несколько лет, вот, на третий год бизнеса уже была вот сумма с 120 тысяч долларов чистыми за несколько месяцев работы. Ну, а так, все-таки, по кредиту, вы вообще даже не рассматривали эту ситуацию? Ну, интересно, процентная ставка и условия банков. То есть, если, например, у нас клиенты, да, хотят организовать бизнес, у них своих денег мало, но они готовы, допустим, вложить, а какие-то там, допустим, активы заложить и, ну, получить кредитные средства. Есть, вот, сможешь поделиться вот такой информацией, то есть, сколько по времени, ну, по процентным ставкам, там, по времени, по условиям? Значит, ну, так как мы на тот момент были несмышлены в кредитной сфере банковской представлении кредитов, то есть, мы практически не пользовались этими услугами, но, насколько я знаю, значит, сам процентные ставки там на бизнес очень низкие. Как на бизнес, так и на ипотеку, и на все, вообще, потребительские кредиты и так далее, очень низкие. То есть, это от доли каких-то процентов до одного и максимум, может, двух процентов ставки в год процентные. Поэтому, да, это фантастическая, так скажем, страна, где можно реализовать себя и свои способности и возможности, да? Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, если дефисвиза, точка ком, в нашу группу в фейсбук. Всем всего доброго. Виза через ЗЭП, да. Всем всего доброго. Подписывайтесь на наш канал обязательно, у нас классный канал. Да, всем всего доброго и с новогодними, с наступающим праздником. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ